Интерес к средневековому вооружению — характерная черта эпохи романтизма. Писатели-романтики любили окружать себя рыцарскими доспехами, сэр Вальтер Скотт даже создает резиденцию в виде шотландского замка и наполняет ее настоящим арсеналом, который он очень любил показывать своим гостям. Но дело не обходилось только коллекционированием доспехов, но и изучение их начинается тоже в эпоху романтизма. Тогда появляется большое первое исследование по оружеведению авторства сэра Сэмюэла Раша Мэрика, который одновременно был консультантом британского принца-регента, а затем и короля страстного коллекционера оружия. Он поддерживал отношения и переписку с российским императором Николаем Первым, который тоже еще великим князем начинает собирать оружие, и он сохраняет это увлечение и после того, как восходит на престол. Конечно же, собрание оружейной палаты становилось главным источником материалов по вооружению древнерусских воинов, и на средства Николая Первого издается первое исследование русского вооружения с древнейших времен до его правления под редакцией Висковатова с многочисленными гравюрами, на которых можно увидеть предметы из собрания оружейной палаты. Один из самых необычных и узнаваемых памятников — это так называемый тарч. Он был создан в XVII веке в оружейной палате. Скорее всего, этот экзотический предмет произвел некий, возможно, западноевропейский оружейник, чтобы показать свое мастерство русскому царю. Он напоминает отдаленно действительно редкий и необычный тип западноевропейских щитов, так называемые траншейные рандаши или фонарные щиты, которые совмещали латную рукавицу и щит. Иногда к рукавице добавлялся еще клинок, и из-за того, что щит и рукавица находились в одной плоскости руки, соответственно, им можно было и обороняться, и наносить удары. Но в случае нашего тарча ситуация несколько иная. Латная рукавица, на которой когда-то был клинок, находится перпендикулярно щиту, поэтому двигать этим предметом довольно неудобно, а если вспомнить о том, что его вес более 8 килограмм, становится понятным, что такое оружие было малоэффективным. У нас нет и никаких свидетельств о его боевом использовании. Однако, конечно же, художники XIX века не могли пройти мимо такого предмета. И он начинает появляться на одной гравюре за другой, как характерный предмет русского вооружения, использовавшийся при обороне крепостей. Например, на гравюрах Чорикова к иллюстрированному Крымзину, где им вооружен русский воевода Михаил Шейн. Дело не ограничивается XIX веком. В XX веке выходит набор открыток, посвященный древнерусскому вооружению, и там опять изображен воин с тарчем, с комментарием известного оружиеведа Кирпичникова, который повторяет те же фразы XIX века. И даже сейчас, в наше время, выходят различные популярные издания по истории доспеха с теми же воинами, вооруженными тарчами, и даже на эскизы к компьютерным играм, посвященном смутному времени, тоже можно увидеть этот необычный предмет. Таким образом, легенда о фантастическом оружии, созданной в XIX веке, продолжает жить своей жизнью. Продолжение следует...